господи благослови мы отправляемся в рулетку добрый вечер смотрите народ детки блогеры каждый распоряжается своей бородой так господь так господь бог сотворил человека таким сотворил он такой должен быть хорошо вот красивый да вы тоже красивый мы православные ищем наших друзей близких кто верует в бога но для себя нельзя быть потому что господь сказал любите ближнего мы должны видеть нуждающихся помогать стремиться на помощь ну вот я говорю же самое своей девушке она говорит нельзя быть таким вот чего разговаривали на эту тему если человек живет только для себя он называется эгоист и он погиб не один эгоист царство божие не войдет но это не не судите и судить не буду и судим не буду это я к тому что это то такое такое же это придерживаюсь нужно многим помогать всем кому можно даже эгоисту нужно помогать вот чем прикол он думает что самодостаточным без бога человек шага не может сделать верь в бога без бога не шагу что написано в святой библии мы должны знать евангелие и по нему поступать вы знаете в россии а если ты допустим веруешь сам но для себя и так не пойдет не пойдет не пойдет не пойдет потому что человек для себя верит он в кого он верит он должен молиться молиться не одному надо с кем-то просить ты все равно с кем-то будешь написано мы должны быть во свете как он во свете иметь общение друг с другом и кровь иисуса христа очищает нас от всякого греха первое послание иоанна 1 глава 7 стих ну а к чему тогда это сказано а ведь на виду что ну вот кровь иисуса христа очищает нас от всякого греха он умер до нашей грехи христос умер его допустим и как непонятно хорошо преступник он убийца явный преступник нет но он сам себя переступает и он нет он не переступил себя он он прибиты христос прибиты к кресту и рядом два разбойника стоят другой стороны и они сначала оба насмехались над ним прибиты а тогда один говорит господи помяни меня в царстве твоем и господь горит ныне же будешь со мной в раю сложно это мне наверное еще расти надо извините пожалуйста да нет вы зачем галстук носите вот можете ответить на вопрос но это масонский знак знак рабства масонский да это плохо очень плохо надо крест не носить на себе они эту удавку как собаку привязывать за нее депутаты то же самое дело это все это не важно это придумали раньше было цепь пробов привозили а сегодня галстук аксессуар 21 века это не греет это не вели не является каким-то необходимым предметом нет а чтобы видели что своя заметь вот как только галстук снимают он должен верхнюю пуговку расстегнуть это устав масонов всех одинаково если у него костюм она костюм и у него пять пуговиц то нижняя должна быть расстегнута и вот посмотрите когда бывает правитель или какие-то у всех одинаково если галстук сняли вы обязательно даже расстегнуть пуговицу такой закон у них я по америке ездил и там заглядывал в этот масонский храм страшно если честно у нас очень большой видеоканал вы можете зайти к нам у меня там 13700 роликов на на как называется называется открытым оком во свете библии запишите потом может именно ли ты открытым оком оком глазом открытым оком во свете библии игнатий лапкин все сразу найдете а а потом уже ладно спасибо храни вас добра мира это знаете честно добра вам мира и вам желаем добра и мира со христом примириться христом да чтоб душа не погибла не они не гибнет мне все нормально без бога спасения нет еще испугалась грешница вы спросите как душу спасти мы вам поможем расскажем надо веровать в господа нашего иисуса христа и ходить в церковь жить по евангелию о привет добрый день вы откуда такие дядьки красивые барнаул алтайский край российская федерация а вы где такие находитесь что-то непонятно как у вас нары какие-то там город барнаул это столица алтайского края нары какие-то у вас палате а это так мы мало пространства что было где спать а вы где такие вагончики что ли не это так квартира нормальная как у вас что так много там живет ну если у меня 12 квадратных метров была комната у меня 11 человек могли спать и на полу никто не ложился ух ты серьезно отец надо жить красиво и в бедности не на путина уповать она уповать на бога господи спаси и помилуй нас на себя а вы чутки на староверы что мы православные христиане ну староверы что это староверы то ну называй староверы это православная вера она от апостолских времен идет серьезно очень даже у нас большие ресурсы в ю тубе если хотите зайдите не я не хочу я у себя здесь потихонечку так это не спеша ну потихонечку рано или поздно каждый день это ближе слушай вас богатый край очень богатый много всего много здесь это жить и со сибири да вообще слушай здорово здорово рыбу рыбачьте до рыбачим зверя бьете вот мы взяли землю и с нуля начали восстанавливать православное поселение все верующие все христиане с 27 лет и государство нам ни рубля не дала мы сами своими руками все делаем с этим государством даже разговаривать не так 21000 брошенных сел начинайте восстанавливать то что смотреть на разруху то никто ничего не дает видишь разные временные полюса мы православные христиане ищем своих близких которые веруют что помочь чем-то им ска ответить на вопросы как душу спасать я конечно это церковь не хожу но я считаю что у человека должен быть храм в душе душе я тоже ну как православный да но я не фанатея но от этого дела но бог бог и вера она должна быть внутри если человек грамотен он он верит в себя ну как бы я не хожу в церкви но но раз не ходишь в церкви значит и и не не церковный человек а без церкви спасения нету спасение только в церкви бог создал церковь создал церковь епископы священники а где ты причащаться будешь а без этого не спасешь должен быть это одно другому не мешает конечно возможно я еще пока не пришел к этому что мы вот это мы с вами встретились наверное чтобы услышали пришли считали евангелие пока не мне ну как бы у меня очень напряженный рабочий график знаете двадцать девятая глава 1 стих например примудрого соломона написание хвали завтрашним днем ибо не знаю что он родить тебе ты можешь до завтрашнего дня не доживешь и душа в ад пойдет да да надо христа принять спасителем что он умер за нас жить со христом блин спасибо большое но а у нас у нас спасибо не говорят у нас говорят спаси христос спасибо да 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 спаси христос да вот вам у меня в душе от батюшка да батюшка да я так понимаю но я мирянин у меня брат священник я по крайней мере я всегда ну человек верует хочет я всегда к нему отношусь с уважением как бы никогда не нахомлю не нагрублю церковному человеку я считаю это некрасиво и уважение должно быть друг другу если бы люди друг друга уважали и ценили был бы мир прекрасен правда без бога ко всем своим коллегам в работе я всегда радушен и милосерден но люди некоторые это не ценят не ценят что к ним я всегда отношусь с уважением вы знаете евангелие от и она написано 15 5 господь без меня не можете делать ничего человеку кажется я хороший я никого не обижаю а внутри у него там же и материться и пьет и курит все что у него все что губит его без креста человек он заброшенный как непривязанная собака возможно в чем-то и правы но я не курю молодец и как бы и веду себя прилично но как вы надеете вы ложатся ложиться спать сейчас вы будете молиться на ночь чтобы господь сохранил вас про себя может нет есть молитвы специальная да я от вам если свою биографию буду рассказывать вы даже не поверите я на моих глазах людей убивают а я стою и меня никто не трогает но это видать вы самое как если сын божий может поэтому я верую верую в бога меня власти преследовали сильная политзаключенный был по тюрьмам шел я вышел живой а на моих глазах скольких убили никто не вернулся кто вернулся уже умерли а мне вот через шесть месяцев будет уже восемьдесят лет но я к вам уважительно отношусь вы молодцы вы как бы достигли своей цели главное что но каждого своя судьба на судьбы нету это обман это выдумка ян златоус говорит бог дал человеку возможности придите ко мне все труждающиеся обремененные я успокою вас научитесь меня и возьмите иго мое но благо и бремя мое легка со христом все можно достичь а вы не живете барнаула тайский край вот это прекрасно у вас что ну свой дом или свой ну да она свой дом я когда освободился был реабилитирован но у меня очень много изъяли государство мне задолжало 11 миллиардов по тем деньгам почему я создал самую крупную в мире фонотеку книги насчитывал и распространял архипелаг гулаг первой стране отдавать нещем было и мне два дома здесь отдали в погашение долга надо хорошо но кстати я с томской области дак это совсем рядом у меня там племянники живут сестра где прям томский до внутри томска племянник работает там в этом исследовательском институте как деревне называется деревня наша которой мы летом там живем потеряевка мы с нуля начали восстанавливать деревню своими силами люди трудятся трудятся во благо да мы своими руками даже все делать хлеб добывать и что было из чего уделять нуждающимся жить не для себя согласен я тоже живу всем я стараюсь жить всем настоящим то есть здоровая пища здоровое питание это нормальная нормальный путь да а вы зачем бороду бреете бороду зачем бреете зачем бог сотворил некрасивая как красивый на женщину похоже надо быть на мужчину похоже же борода это власть над женщиной ты подкаблучником не будешь хорошо я приму к этому к сведению когда-нибудь я ее точно отращу вы зайдите на наш youtube открытым оком во свете библии зарядите открытым оком во свете библии вы там найдете это мой ресурс 13700 роликов у меня обалдеть обалдеть но записать надо запишите открытым оком глазом открытым оком во свете библии вы не пожалеете если придете там сокровище согласен но сейчас подожди я вас давай я подожду давайте вот это табличка мешается вот это мешает а как ее убрать не знаю давить нельзя на нее ну да нельзя пожалуйста что быстро перед глазами ну еще все равно видать а у вас на экране табличка пожаловаться есть она мешает закрывает вас открытым оком так видео это канал видео канал открытым оком во свете библии это видео канал во свете библии игнатий лапкин еще слова добавьте чтобы мне промахнуться открытым оком да во свете библии игнатий лапкин вы если зарядите сайт и выйдите на сайт на сайте там 38 моих книг можете считать там о боге рассказано как правильно веровать как жить правильно игнатий лапкин 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 и если зарядите форум под этим же за словами открытым оком зайдете на форум то 1600 тем у меня открыто обалдеть но и вы наносишь уже сетом если вы зайдете в мой мир тоже игнатий лапкин зарядить там у меня 22000 фотографий наших лапкин или лапа 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 лапкин уменьшительная могут всю жизнь вы посвятили этому с 23 года я в 23 года мне было из армии вернулся и я был на корабля работал учился в училище мореходном и в это время уверовал подождите сверху ушла табличка ох игнатий очень приятно конечно с вами познакомиться я вижу что такой человек это самое ну а вот знаете у нас сегодня печальный день наш близкий человек умер он 17 лет был парализованный сергей козлов если вы зарядить и где-то выйдите него 17 лет лежал совершенно все и он в интернете иконописом был у него 405 только с ним бесед роликов человек с богом а без бога он куда он никуда бы лежал гнил и все а его весь мир знает вот сегодня его хоронят в воронеже я сожалею конечно но боженька видите всех лучших себя по да он сильно много страдал сергей мы верим что христос умер за нас мамы ты крови его святое и поэтому сатана не смеет к нам приближаться он пытается строить какие-то козни но мы крестимся говорим избави господи нас отрекаясь от сатаны и всех дела его всей гордыни его все ах ангелов его вот на улицу выходишь не бойся перекрестись и скажи отрекаюсь сатаны и всех дел его всей гордыни его и все это не бойся или перекрестил впереди себя и сатана рухнет ты не под машину никуда не полезешь ты будешь бодрый хорошо но у меня правда бывали такие ситуации что рядом рядом опасность проходила но я знаю бывают я как я как бы но работаю водителем вот на газели вот я намотал вот я в город ездил 250 тысяч проехал на газели вообще если уже собрать сколько на машинах на ездил на миллион километров точно и вот постоянно многие ситуации прям и где-то может я поступал неправильно но а вот мы когда решили поехать миссионерскую поездку мы купили газель газель на 7 человек она а ехать надо в шоферы два мы я в каждой библиотеку 650 городов подарил свои книги по 38 книг по стоимости мы подарили где-то на 35 миллионов бесплатно мои книги находятся в москве библиотеке лея на парламентской исторической там все о боге говорится как душу спасать как жить а вот допустим если я буду путешествовать да да могу к вам в гости приехать знаете вот так вот побыть душой так нет мы даже хорошо познакомиться да потому что ну в посторонний человек это для нас всегда вопрос да какая у него цель что мы знакомимся да к нам приезжают люди отовсюду из других государств приезжает крещение принимаете из германии из франции с америки у нас очень большие связи не вот иногда я знаете от работу работаю как черта на работе целыми днями там пропадаешь иногда бывают у меня такие моменты ну приходит хочется приехать такое место и ну как бы телефон отключить забыть про все и отдохнуть именно душой и телом это так просто но мне кажется это классно когда ты меня есть вот допустим ну вера вера николаевна но она живет там на сибирской области там поселок там сузум на авто соседи наши соседи да они кстати рядом живут поселок мереть знаете да конечно вот она живет мерете и вот у нее такой домик рубленый это дом моего деда и мы его когда-то продали вот и продали хорошему человеку да и вот они там дома и порядок святые там но хорошим людям отдали и вот она тоже в бога верует то есть в одноклассниках и тоже очень много лет уже также приблизительно как вам вот я вот не захожу знаете мне приходится приехать так и на недельку остаться и забыть о всех проблемах и ходить чисто питаться здоровой пищи прям и отдохнуть прям а я вот не люблю это слово американская проблема его заменять надо нерешенный вопрос но хорошо а то проблем проблем естественно нерешен нерешенные вопросы вот их от них избавиться это было да вот проходит копится все эти невзгоды неприятности как бы все это же все равно через себя приносит а вазе ваша душа вам не подсказывать что вы сотворенные богом и вы слабый человек немощный и надо искать защиту и бог говорит придите ко мне все труждающиеся обременённо я успокою вас такой его голос даже карл маркс написал сочинение на выпускном экзамене на евангелие от я на 15 глава 5 стих он виноградный 10 гостин виноградные ветви ягод лоза вы ветви как ягодки друг другу так мы должны быть вместе вы очень грамотный человек я конечно спасибо уважение к вам но отношу что вы но ну хорошо знаете заходите на наши ресурсы и когда у вас будет желание встретиться по skype у меня найдите под моей фамилией но только никаких ников аватаров чтоб там не было а каких ников ну на чужое имя подставляет какие-то картинку какую-то ников аватар называется что было ваша фотография ваша личная она все понятно ну и мы тогда побеседуем и все ну хорошо давайте расставаться то вам это нет на самом деле приятно с вами очень было побеседовать вы люди вы люди счастливы я вижу да я я пока не счастливы не счастливы вот вроде бы все есть да все есть но счастье счастье в простых в элементарных вещах и якобы к этому прихожу в мир душе наступает только когда вы уверуете во христа да вот я 26 лет обратился до этого я тоже жил безбожной жизнью что только не было но когда уверовал покаялся перед богом осознанно встал на колени возвал что господи помоги мне прости мои грехи и господь после этого как бы какой-то камень с меня с души снял и все я после этого пошел следовать за христом то есть другим начал рассказывать о боге конечно многие друзья сразу отвернулись и потому что им это не надо будет а в душе я всегда искал богат вы у вас должен быть такой вот меня тоже была тоска внутренняя ужасная вплоть до того что были мысли о самоубийстве то есть сатана добивался чтоб я душу свою погубил но христос это видел господь и меня привел к истине то есть мне нашлись люди которые показали евангелие я в руки взял библию и понял что вот что я ищу начал читать и через это обратился по христу вот я вам до этого раба а кем до этого работали для моя любимая работа колка дров я этим зарабатывал все очень часто вообще надо разные специальности приобретать чтобы людям ну чтобы можно было помочь там бабушкам особенно пенсионерам тоже вот дрова поколоть забор построить это пол поменять в доме ну то есть на все руки надо быть мастером вот вы видите нет я вот сижу но мы сейчас в доме да я сам построил сам дом построил молодец у меня гараж свой баня своя сарай я живу на земле я не городской житель я живу как бы село парабель томской области у меня рядом кедры рядом котлова ну как бы озеро я могу выйти за забор грибы пособирать шишки ягоды и я живу в сельской местности не везде ход своя люблю как бы активный образ жизни на пикники езжу на рыбалку но все говорят вот город 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 классно в городе люди несчастные смотрю на них они там живут в этих скворечниках это они мне кажется там погибают потому что нормальный мужик нормальный мужик я считаю живет на земле и живет всем своим вот я живу на земле у меня все свое свой как бы как-никак пускай будет огород кусты и малина там баня ну короче все свое должно настоящий мужик он работягина вот я уважаю таких людей которые не живут в этих квартирах там не зарабатывают эти копейки коммунальные услуги там платят что-то там кого-то картошку покупает надо всем жить своим вот она сама если этот знаете глеб стерлигов знаете еще бы вот я уважаю его мы как бы мне нравится его концепция жизни живет на земле здоровая пища здоровое питание как бы там ездит на коне верхом то ну такой он же бросил все да там уже был банкиром и уехал в село жить правильно вот но это мне кажется это нормально вообще мечтаю когда-нибудь может когда я отработаю коней завести есть на коне на щипа прям манит на что давайте прощаться если у вас будет желание вы тогда придете хорошо ознакомьтесь с нашими ресурсами всего хорошего с богом всего доброго до свидания с богом богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала и 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 Субтитры создавал DimaTorzok